В республику возвращается масочный режим. Гуманитарная помощь студентам. Всем привет! В эфире Универньюз о студии Милена Гатаулина. Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева отмечает 90-летие. За время своей деятельности этот вуз неразрывно связан с производством, научными учреждениями республики, а также с ведущими вузами страны, в том числе с Казанским федеральным университетом. От всего коллектива Казанского федерального университета, а также от имени Совета ректоров вузов республики Татарстан, поздравил КНИТУ КАИ с юбилеем ректор КФУ Ленар Сафин. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин с рабочим визитом посетил Набережно-Челнинский институт КФУ и передовую инженерную школу Киберавтотех. Подробности расскажем в следующем сюжете. Набережно-Челнинский институт КФУ с рабочим визитом посетил ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. В рамках программы состоялось заседание Стратегического совета по развитию инженерного образования и передовой инженерной школы Киберавтотех. Ректор университета ознакомился с инфраструктурой филиала, а также оценил материально-техническую базу института. В ходе встреч Ленар Сафин обсудил с коллегами ряд вопросов по развитию института, строительству новых корпусов, общежитий и лабораторий. Помимо этого, особое внимание ректор КФУ уделил дальнейшим перспективам развития передовой инженерной школы Киберавтотех. Напомним, передовые инженерные школы – федеральный проект, инициированный Миноборнауки РФ. Школа базируется на территории Набережно-Челнинского института КФУ и представляет собой целый студенческий кампус с современной и технологической инфраструктурой. Киберавтотех в партнерстве с КАМАЗом занимается реализацией целого ряда задач – производством программных продуктов для роботизированной и беспилотной техники, разработкой зеленых технологий машиностроения и проектов двигателей, работающих на неуглеродном топливе. Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института КФУ, Универньюз. Масочный режим возвращается. Кто виноват? Грипп или коронавирус? Узнаете в следующем сюжете. Ограничительные меры – словосочетание, которое заставляет биться сердца людей чаще. Только россияне смогли вдохнуть полной грудью, как масочный режим снова решил вернуться. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова накануне сообщила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за последнюю неделю выросла на 35%. А ныне популярный свиной грипп выявлен в 82 регионах. В связи с этим в некоторых регионах России с 15 декабря был введен ряд мер, среди которых и ношение масок в общественных местах. Маски не обошли стороной Республику Татарстан, где стал обязательным масочный режим для персонала и посетителей медицинских организаций, независимо от форм собственности. Также маски становятся обязательными для персонала учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Соответствующее постановление накануне подписала руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Потяшина. Важно понимать, что меры, которые мы принимаем сейчас, они будут действовать, то есть мы увидим их эффект через несколько недель. Обычно не раньше, чем через 2-3. И поэтому органы и лица, в ответственность которых входят в введение таких норм, они смотрят не на то, достигло ли определенного порога количество зараженных, а то, с какой скоростью прирастает число зараженных относительно прошлой недели. После выхода в свет коронавирусной инфекции многие жители России стали несерьезно относиться к другим, похожим на ковид-заболеваниям. В их число входит и грипп. Однако совсем не стоит им пренебрегать. Да, он менее заразен, но несет в себе не менее стойкие нарушения здоровья. По словам эксперта, каждый год появляются все новые варианты вируса гриппа. Те, с которыми человеческий организм еще не успел познакомиться. Так что же заражает нас сегодня? Несколько штаммов. Это в основном разновидности типа А, грипп типа А. И один из этих штаммов достаточно опасный. Это родственник свиного гриппа, который в 2009 году вызвал пандемию. Поэтому ожидают, что люди, которые будут болеть именно этой разновидностью гриппа, непривитые, они будут болеть в среднем тяжелее, чем те, которые болели допустимым гриппом в прошлом, позапрошлом году. На сегодняшний день именно вакцинация от гриппа позволяет перенести заболевание намного легче. Она значительно снижает риск заражения, а если этого все же не удалось миновать, то сильно сокращает возможность госпитализации. Однако не стоит наивно полагать, что привившись, вы обезопасите себя на 100%. Для того, чтобы здоровый дух организма не покидал вас в тяжелую эпидемиологическую ситуацию, необходимо соблюдать некоторые правила. Нужно поддерживать свой организм в хорошем состоянии. Это значит соблюдать режим дня, вовремя ложиться спать, полноценно разнообразно питаться, меньше стрессовать. Все эти меры делают наш организм более устойчивой ко всем вирусным инфекциям, не только коронавирусным или вирусу гриппа. Возвращаясь к масочному режиму, стоит отметить, что соблюдать его нужно правильно. Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот человека. Также важно вовремя их менять. Идеальный вариант – одно посещение общественного места, одна свежая маска. При должном исполнении жителям остается только запастись санитарно-гигиеническими изделиями и ждать лучших времен. Карина Саяхова, Хафиз Гараев, Универньюс. В столице Татарстана состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Эколидер». В каком направлении движется республика, расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. Огонь, вода, земля, воздух. Чтобы жить в гармонии с окружающим миром, мало просто существовать в той экологической обстановке, которая есть. Важно уделять особое внимание вопросам ее охраны. С 2004 года Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводит конкурс «Эколидер», чтобы поощрять граждан, которые спасают нашу планету каждый день. Конкурс проводится уже 18-й раз. В этом году на «Эколидер» пришло более 300 заявок со всей республики. Победители семи номинаций стали обладателями денежных сертификатов. Конечно же, сегодня мы говорим об итогах года и говорим о третилетии нашего министерства. Пригласили наших ветеранов. И благодаря тем наработкам, которые ветераны нам сделали, и тем ученикам, которые сегодня работают, и их ученикам, мы сегодня получили тот результат, благодаря которому нам доверяют пилотные проекты Российской Федерации. В этот раз «Эколидер» был посвящен 30-летию образования министерства. В рамках церемонии также состоялось вручение новых служебных автомобилей государственным инспекторам по охране природы Республики Татарстан. В этом году Татарстан был признан самым экологически чистым регионом России. Это заслуга не только ученых, но и неравнодушных граждан. В торжественной церемонии награждения приняли участие школьники, педагоги и представители промышленных предприятий, экологи, а также ветераны министерства. Динамика сложная. Почему? Промышленное производство, экономика в целом, сельское хозяйство. 30 лет тому назад и сейчас. Это две разные вещи. Сейчас гораздо эффективнее, гораздо промышленность развита и так далее. А отсюда и загрязнение. И поэтому работа экологов сегодняшних должна быть вдвойне усилена, чем прошлые годы. Сохранение и улучшение экологической обстановки очень важен вклад каждого. Речь не только о научных разработках, снижении выбросов на предприятиях и освещении вопросов СМИ. Первостепенное значение имеет активность граждан. Ведь самое важное, что мы можем сделать для того, чтобы изменить этот мир, начать с себя. Маргарита Михайлова, Ленаргий Затурин, Универньюс. Студенты и преподаватели Набережно-Челнинского института КФУ подготовили новую партию гуманитарной помощи. На этот раз груз будет доставлен 30 студентам из Лисичанска. Подробности далее. Новую партию гуманитарной помощи подготовили правком студентов и аспирантов, а также профессорско-преподавательский состав Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета. Уже в ближайшее время ценный груз будет доставлен 30 студентам из города Лисичанск. Ранее ребята учились в Донбасском государственном техническом институте. Но в силу обстоятельств вынуждены были переехать в общежитие города Алчевск, где на данный момент нет условий для обучения. Вы знаете, мы даже не ожидали, что на такой призыв студентов, не только сами студенты, но и наши сотрудники, наши преподаватели. И на основании тех денег, которые мы собрали, мы смогли не только выполнить их необходимые первичные потребности, но и смогли купить еще оргтехнику. По запросу самих ребят были приобретены концтовары, предметы бытовой химии, настольные лампы и два принтера. Также в преддверии праздника для ребят подготовили и новогодние презенты. У нас не первый опыт взаимодействия со студентами с новых территорий, потому что еще весной, когда приехали первые беженцы из Мариуполя, мы взяли шество над пятью студентами, которые учились в мариупольских учебных заведениях, организовывали программу различную познавательную, научную. Они с нами принимали участие в наших летних сменах, и вот даже два человека к нам поступило. Все-таки теорию шести рукопожатия, что много знакомых есть везде, никто не отменял. То есть мы через них начали искать контакты через социальные сети, через сайты. Мы вышли в итоге на Донбасский государственный технический институт, который филиал был расположен в городе Лисичанский. Вышли, связались с администрацией и сказали, что мы в Статарстане, мы готовы, хотим помочь, адресно помочь студентам. Вообще у каждого человека есть человечность. И вот у меня порыв сердца был, порыв души, то, что я решил помочь тоже нуждающимся. Вот ведь они такие же, как и мы. Все, кто нуждаются в помощи, все друг другу должны помогать. Это самое главное. Стоит отметить, что ранее силами вуза удалось также оказать поддержку и ребятам, прибывшим весной из Мариуполя. Они оказались в сложной жизненной ситуации и были вынуждены срочно покинуть родной дом на территории ДНР. На сегодняшний день некоторые из них продолжают свое обучение уже в стенах набережной Челнинского института КФУ. Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникации, набережной Челнинского института КФУ, Универньюс. Студенты юридического факультета Казанского федерального университета запустили благотворительную акцию «История игрушек», организованную совместно с фондом Анжелы Вавиловой. На нескольких столах и стендах «История Казанского хосписа», поделки маленьких пациентов и фотографии. На сегодняшний день на патронажном учете Казанского хосписа в настоящее время состоит 185 пациентов, из них 120 детей и 65 взрослых. Всем им необходима постоянная помощь. В рамках выставки волонтеры организуют сбор средств и новогодних подарков для маленьких пациентов. Совершить благое дело, принести подарки детям, можно в аудиторию номер 304А, Студенческий совет юридического факультета. На этом все. О студии была Милена Гатаулина. Сюжеты из нашего выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!